Родилась я, благовещение. Птицы гнезды не вьют, девицы кост не пледут. А мне сказали, ты не счастлива будешь. Так оно и есть. Елене Ивановне 83 года. Всю свою жизнь она прожила в этом доме. Даже выйдя на пенсию, продолжала работать. Только вот несчастный случай приковал ее к кровати. Дверь в квартиру этой бабушки всегда открыта, поэтому сюда, по словам соседей, заходят все, кому негде переночевать. Однако сама бабушка с этим поделать ничего не может, поскольку она незрячая и не может самостоятельно передвигаться. А на родишку живут много, потому что жалко людей, негде ложиться. И вот приходят, ложатся, спят. Раньше за пенсионеркой ухаживал опекун. Однако соседи говорят, что недавно его отправили в места лишения свободы. И бабушка осталась совсем одна. Несмотря на то, что в Москве у нее живет дочь, которая готова принять ее к себе, бабушка переезжать отказывается. Там вообще страшно. Там трое лежат на кухне. И вся стена. Страшно вообще. Как говорят соседи, в доме у Елены Ивановны всегда было чисто и аккуратно. Но сейчас, кроме них, никто за ней не ухаживает. Только вот теперь даже они боятся заходить в ее квартиру. Говорят, там стоит ужасный запах и ползают тараканы. Вот какие-то пьяницы живут в этой комнате. Они на квартире у какого-то тоже мужика. А никто не ухаживает. Вон они деньги получают, да пропивайся. Я-то не зашла вчера. Она говорит, я четыре дня уже голодна. Сегодня утром к бабушке приезжали из отдела надомного социального обслуживания. И по словам социальных работников, они уже начали заниматься устройством бабушки в интернат. Мы ее берем на обслуживание. То есть к ней будет прикреплен социальный работник. Она у нас будет принята на надомное социальное обслуживание. И в дальнейшем будет оформляться в интернат. Регина Розакова, Андрей Ключников, Телеканал Эфир. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».